Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и вессон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали с трупья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 19 по 22. Такие светочи духовной мудрости, как святитель Иоанн Златоуст и блаженный Феофилакт Болгарский, обращают наше внимание на то, что у богача из притчи, в отличие от нищего Лазаря, нет имени. Христос называет его «некоторый человек». По мысли святых экзегетов, богатый просто не достоин именоваться пред Богом. По слову пророка «Не помяну именных устами моими». Псалом 15. В аллегорическом смысле богач олицетворяет народ еврейский, в то время как нищий Лазарь, по мысли святителя Григория Двоеслова, предизображает народ языческий. Раны на коже Лазаря – это грехи язычников, которые они не стыдились исповедовать перед небесным владыкой. На иной момент обращает внимание святитель Григорий Палама, который говорит, «Господь, выставив богача, не спасающегося, тотчас указывает нам и на спасенного богача, а именно на праведного Авраама. Как видим, в притче порицается не само богатство как таковое, а греховное наслаждение и бессердечие к бедным и обездоленным». Притча о богаче Лазаре приводится только в Евангелии от Луки. Иисус рассказывает ее фарисеям, считавшим, что богатство – это их заслуженная награда за исполнение постановлений закона Моисея. Хотя первые фарисеи жили скромно, их последователи уже развратились и смеялись над спасительной проповедью нестижания. И Господь врачует их сердца притчей. Главная же тема этой притчи – посмертная участь человека. В книгах Ветхого Завета об этой участи сказано мало. Было известно, что ад или шеол – общее место, куда идут все умершие. Это темное место, где души, отчужденные от Бога, пребывают в мрачном оцепенении. При этом они способны видеть друг друга. Книга пророка Иезекииля, глава 32, стих 31. Но у праведных, как воспевал пророк Давид в 15-м псалме, была надежда, что Господь не оставит их души в аду. О том же рассуждал автор неканонической книги премудрости Соломона, говоря «Души праведных в руке Божией, и не коснется их мука». Таинственность загробной участи привлекала многих. Домыслы превращались в предания и начинали ходить из уст в уста. Один из авторов межзаветной эпохи считал, что шеол делится на четыре части. В первой праведники с надеждой ждут будущей славы. Во второй умеренно добрые также дожидаются награды. В третьей грешники, мучаясь, ждут судного дня. А в четвертой прибывают такие неисправимые негодяи, для которых не будет воскресения, но только вечные муки. Некоторые раввины эпохи второго храма считали, что праведники не задерживаются в Шиоле и уводятся в Газ-Эден, то есть в рай. Но без искупительного подвига Христа это было невозможно. Итак, Иисус рассказывает о некоем богаче, неназванном по имени. Был ли этот богач настолько известным лицом, что все догадывались, кто он? Или Иисус опустил имя богача, так как в еврейской культуре не называли по имени лиц, которых не одобряли. Со святоотеческим толкованием согласно Второе. Он одевался в порфиру и вессон, настоящие царские одежды. Порфира или багреница – это окрашенный пурпуром шелк, стоимость фунта которого можно оценить в 6 тысяч динариев, более чем десятилетнее жалование воина. Настолько дорогой она была потому, что ее трудно было добыть. Один грамм красителя получали финикии из 10 тысяч моллюсков и глянок. Так одевались сам римский император, консулы и высшие военачальники. Вессон не уступал в цене порфире. Эта тонкая льняная ткань почти прозрачная, изготовление которой требовало величайшего мастерства. И богач пиршествовал каждый день, то есть без особого повода. И рядом какой контраст! Лежит нищий в струбьях, парализованный и потому не могущий работать, при этом еще страдавший кожной болезнью. Только псы, животные, считавшиеся нечистыми, облизывали его раны, которые он не мог сам обрабатывать. Но он был своим для Господа. И потому бог называет его по имени Лазарь, что переводится как «бог помогает». Наконец пришло время смерти, и ангелы перенесли Лазаря в мир иной, на лона Авраамова, то есть на место пиршества, где возлежал ветхозаветный патриарх. Таким образом праведный Лазарь сподобился лежать рядом с самим Авраамом, происхождением от которого гордились иудеи. Богач же попал в ад, то есть в ту самую мрачную часть Шеола, где подвергаются мукам. Невещественный огонь, который не светил, но лишь обжигал, объял его полностью. Не помогло ему и упование на происхождение от Авраама, которого иудеи считали ходатаем перед Богом. Теперь богач хочет исполнить нравственный долг, предупредить братьев. Вероятно, он был старшим и обязан был заботиться о младших после кончины отца. Но разве умершие праведники не могли явиться живым? Ведь Иуда Маковей видел усопших первосвященников Онию и пророка Иеремию. Неужели Лазаря нельзя послать в качестве вестника? Но Авраам опровергает эту тщетную надежду. Кто не верит Моисею и пророкам, тот находится в таком духовном оцепенении, из которого не может вывести даже чудо. Поэтому и воскресший Христос не явился своим гонителем, чтобы не увеличивать вину их ожесточенных сердец. Итак, какой получили мы дар от Бога, богатство, ум, ученость, художественный талант, силу, тем и послужим нашим ближним, чтобы и Господь помиловал нас. А если мы слабые нищи, то да уповаем на небесного владыку без ропота, как делал это праведный Лазарь. И Бог вселит в одних обителях таких сильных и милосердных богачей, как Авраам, и твердо уповающих на Господа беспомощных нищих, подобных Лазарю. Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова